Впервые передача самолётов дальней радиолокационной разведки Украине. На Южную Корею летят неопознанные шары от Ким Чен Ина. Евросоюз планирует провести конференцию с Россией. Это новости сегодня. Я, Юля Корт, приветствую вас. Сегодня стало известно, что Украина впервые получит два самолёта дальней радиолокационной разведки. Это первый прецедент с передачей самолётов ДРЛО. Так как все предыдущие пакеты были для военных действий на Земле. В пакет, предоставляемый Швецией, также войдут артиллерийские боеприпасы и бронетехника. Эти самолёты позволяют отслеживать корабли, самолёты и ракеты на высоте 6 километров. И имеют радиус обнаружения цели до 500 километров. Они будут поставляться с учебным и техническим оборудованием. В правительстве страны сообщили, что это даст совершенно новый потенциал радиолокационной разведки и боевого управления против целей в воздухе и на море. Сделав заявку на промышленное производство снарядов, Европейский Союз столкнулся с новыми трудностями. Согласно анализу издания «The Economist», там не хватает взрывчатки и кадров. Все подробности и сценарии решения проблемы знают наши журналисты. Это было одно из самых амбитных обещаний от Европейского Союза Украине. В ЕС убеждены, что поставят Украине миллион снарядов в следующем году. Которое впоследствии было провалено. Боррель признал, до марта ЕС поставит Украине 500 тысяч снарядов, а не обещанный миллион. Что стало на преграде выполнения столь важного для обороноспособности Украины обещания? И какие сценарии реального решения вопроса? Разбираемся прямо сейчас. Журналисты издания «За иконами» занимательно изучили состояние европейской индустрии производства снарядов и отыскали ответ на столь важный вопрос. Что встает на преграде промышленного производства снарядов в Европе? Главным барьером является то, о чем до недавнего времени думали в последнюю очередь. Нехватка взрывчатых веществ. Нехватка сырья и квалифицированных кадров, а также строгие нормы безопасности при строительстве военных заводов. Это ключевые преграды для резкого наращивания производства. И этому есть, на первый взгляд, логичное объяснение. Все начинается тут. Аналитики говорят, что после окончания Холодной войны спрос на вооружение упал. Это привело к тому, что производители взрывчатых веществ сокращали, а кто и полностью сворачивал производство. Великобритания, например, закрыла свой последний завод по производству взрывчатых веществ в 2008 году. Последний крупный производитель тротила в Европе расположен на севере Польши. Как результат компании, которые сегодня производят высокоэнергетические материалы, которые отвечают стандартам НАТО единицы, чтобы быть точнее всего две. Так как на протяжении десятилетий производство было рассчитано на эффективность в мирное время, а не промышленные масштабы в условиях войны. Седые инженеры уходят на пенсию, и мало кто из молодых людей мечтает работать со взрывчатыми веществами, чтобы получить дипломную работу. Проблемы есть и с поставками сырья, которые в жестких временных рамках приходится импортировать. Некоторые эксперты обеспокоены тем, что импортируемая взрывчатка имеет худшее качество и поэтому может повредить оборудование. Сегодня риторика европейских политиков оптимистична, так как прогнозируется, что годовое производство снарядов в масштабах всего ЕС достигнет как минимум полтора миллиона к концу 2024 года, по сравнению с показателями в 500 тысяч год назад. В Армении заблокировали первый российский канал. Причина при остановке трансляции российской пропаганды двух с половиной месячной долги юрлица First Channel перед армянской телерадиообещательной сетью. При нажатии на кнопку, где раньше был первый канал, теперь появляется настроечная таблица. Ранее премьер Пашинян пригрозил заблокировать все путинские телеканалы. Если Россия игнорирует требования власти и страны. Напомню, в Армении уже запретили трансляции программ Соловьева. Формально это объясняется постоянными нарушениями, зафиксированными армянской комиссией по ТВ и радио. Также запретили и программы мужа Симоньян Киасаяна. Журналисты нашли российских военных, причастных к жестокому убийству полковника СБУ в Буче. Ниточкой расследования стали похищены у погибшего награды и личный телефон жертвы. Вероятнее всего, к преступлению были причастны трое военных 27-го отдельного отряда спецназа Росгвардии «Кузбасс». Один из подозреваемых, капитан Глушенков, погиб в сентябре 2022 года на оккупированной Херсонской области. Журналисты «Радио Свобода» установили имена российских военных, подозреваемых в том, что они запытали до смерти полковника СБУ Алексея Тележенко. Окупанты схватили украинского военнослужащего в начале марта 2022 года в Буче. Во время обыска дома семьи Тележенко захватчики нашли в телефоне его фото в форме. С дома выводят Лешу, я говорю, куда вы его забираете? Отсюда бегу и спрашиваю, куда вы его забираете? Вы не переживайте, два часа мы его допросим, и он вернется домой. Солдат перегородил мне путь, чтобы я не бежала. Стояли в калитке, а тут солдат стоял с автоматом и перегородил этот путь. Мне и ребенку. И получается, Лешу выводят туда в двери. Тут стою я и ребенок, и они перегородили. И ребенок увидел и кричит в этот момент, папочка, я тебя люблю. И Алексей прямо в калитке повернулся к нам там, в калитке, раздетый, руки связаны. И он от калитки так на нас глянул, таким взглядом, что мы с ребенком поняли, что это все. Тело погибшего со следами пыток украинские правоохранители нашли лишь осенью 2022 года в лесополосе вблизи Бучи. Журналисты проанализировали десятки видео с камер наблюдения. Также им в руки попала потерянная флешка. На ней видео, снятое самими оккупантами, с лицами, именами и позывными. Все из 27-го отдельного батальона спецназа Росгвардии «Кузбасс» из Кемерово. То, что именно бойцы этого подразделения фактически похитили полковника СБУ, говорит и этот сюжет на российском телевидении. В нем пропагандисты рассказывают о музее так называемых трофеев СВО. На видео награды Тележенко. Их российские военные забрали из дома погибшего вместе с парадной формой и телефоном. Вот академический шеврон. Он был 100% на его форме. Он красно-синий, точно помню. У него вся форма была с этими шевронами, потому как у него было конкретное подразделение – Национальная академия службы безопасности Украины. Это его постоянное место работы в течение 12 лет. Расследователям удалось найти свидетелей пыток и смерти Тележенко. Оказалось, что в лесополосе, где россияне издевались над пленными, находился штаб 76-й Псковской дивизии. А найденные документы вывели журналистов на 175-й отдельный разведбат. Его военнослужащие подозреваются в пытках и убийстве полковника СБУ. После смерти Тележенко россияне еще и использовали его телефон для координации своих действий. То есть, скорее всего, именно этот капитан Псковского 175-го отдельного разведбата, Аслан Юрьевич Коскулов, пользовался телефоном Алексея Тележенко, мог его пытать и убить. А за нашими источниками совершил Коскулов это с высокопоставленными офицерами из этого самого Псковского разведбата. Заместителем начальника штаба Глушенковым Ярославом и начальником штаба РЭБа Сергеем Дрогой. Но пообщаться с подозреваемыми журналистам не удалось. Капитан Ярослав Глушенков был начальником разведштаба, то есть занимал достаточно высокую должность. Нас очень удивило, когда мы начали о нем искать информацию, что ему открывают мемориальные доски посмертные. И в новостях подчеркивают, погиб героической смертью. Когда же мы стали узнавать какой, оказалось, что он просто разбился на машине, в оккупированной Херсонщине. Сергей Дрогов в 2022 году был капитаном, а после наступления его повысили в звании, стал майором и даже некоторое время выполнял обязанности заместителя штаба. О Коскулове не так много известно. Он продолжает служить в 175-м разведбате. Расследователи полагают, что эти российские военные причастны не только к насильственной смерти полковника СБУ Тележенко. У них есть все основания полагать, что российские преступники убили и местных самообороновцев. Их тела также нашли в лесополосе вдоль Варшавской трассы вблизи Киева. КНДР запустила в сторону Южной Кореи более 150 воздушных шаров с мусором. Как сообщается, подобную акцию провели в ответ на якобы распространение листовок со стороны Южной Кореи с призывами повалить режим Пхеньяна. Более 90 шаров пересекли границу и упали в разных местах по всей стране. К шарам были прикреплены пластиковые бутылки, батарейки, детали обуви и навоз. Военные сообщили, что шары упали ночью в различных местах по всей стране. В объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи призвали КНДР немедленно прекратить свои бесчеловечные и вульгарные действия. На протяжении многих лет люди, которым удалось сбежать из Северной Кореи в Южную, отправляли в КНДР воздушные шары, внутри которых были листовки с критикой Ким Чен Ина, а также USB-флешки с запрещенными в КНДР клипами кей-поп-исполнителей. 6 тысяч шахид в год. Огромная цифра. Стало известно, что такое количество мопедов, как их называют в народе, планирует выпускать российский завод беспилотников «Алабуга» в Татарстане. The Wall Street Journal пишет, что завод по производству беспилотников может повлиять на ход войны. Кроме шахид, там производят дроны-разведчики «Альбатрос», которые ведут фоторазведку украинских позиций и перемещений на передовой. Помимо этого, на заводе используются иранские технологии и рабочие из Восточной Африки. А в конце апреля завод смог опередить график, поставив армию оккупантов 4,5 тысячи беспилотников. Несмотря на то, что в начале апреля этот завод, который расположен в более чем 1200 километрах от границы с Украиной, стал мишенью для двух украинских дронов. Евросоюз планирует после саммита мира в Швейцарии провести конференцию с Россией. Об этом сообщает Bloomberg. Саммит мира запланирован летом, на середину июня. Россию якобы планируют увидеть осенью. Все подробности в сюжете. Евросоюз планирует после саммита мира в Швейцарии провести конференцию с Россией. Об этом пишет Bloomberg. В материале агентства говорится, что министры иностранных дел ЕС в понедельник обсудят, как найти приемлемый результат после мирного саммита, который состоится 15-16 июня в Швейцарии. Президент США Джо Байден планирует пропустить саммит для сбора средств в Голливуде. В то время как Китай и Бразилия планируют конкурирующую инициативу. Президент Украины Владимир Зеленский умоляет лидеров принять участие. Но Москва активно пытается подорвать участие ключевых держав. Агентство отмечает, что Бразилия и Индия думают отправить должностных лиц низшего уровня. А от Китая может присутствовать только высокопоставленный государственный служащий. Очевидно, подразумевается спецпредставитель КНР по урегулированию российско-украинской войны Лихуэль. По поводу информации Блумберга, якобы, к той же конференции с Россией, нужно понимать, что пока что подобные варианты не выглядят какими-то такими, что должны произойти обязательно скоро. Здесь нужно подчеркнуть, что в целом подобный вариант на данном этапе выглядит все-таки вполне достижимым. То есть уже и украинский президент говорит о том, что да, возможны соответствующие переговоры с Россией, но только после того, как цивилизованный мир выработает определенные положения, которые России будут предъявлены. Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что Россия не приглашена в Швейцарию, в частности из-за того, что в таком случае встреча окажется под угрозой срыва. И, конечно, есть еще один аспект, который я считаю опасным. Это не приезд лидеров. По всем данным всех разведок, этим занимаются россияне. Их план – максимально сорвать возможность приезда лидеров, максимально показать нелегитимность этого саммита, показать, что большинство лидеров не поддерживают этот саммит. Мы знаем, кого они сейчас просят, с какими странами встречаются, их диалоги с Китаем. По словам Зеленского, в саммите мира, который организует Украина, уже согласились принять участие 90 стран. Сейчас мы там не видим Россию, потому что Россия все будет блокировать. Нам это понятно. Ей не выгоден мир. Она хочет разрушить Украину, уничтожить нас и пойти дальше. В ЕС отмечают, что усилия кремлевского диктатора Владимира Путина, который пытается подорвать эффективность запланированного в Швейцарии саммита мира, свидетельствуют о его страхе. Об этом заявил представитель внешнеполитического ведомства ЕС Петер Стана. Попытка подорвать эффективность саммита в Швейцарии параллельными мероприятиями – это лишь показывает то, как Путин боится саммита. Это важное событие. Мы работаем с партнерами из Украины, со Швейцарией и другими, чтобы обеспечить высокий уровень представительства и наибольшее возможное количество стран, которые принимают в этом участие. Как пишет Блумберг, со слов официальных лиц для ЕС, важным вопросом является то, как перейти от конференции в следующем месяце к возможной встрече в Саудовской Аравии осенью, уже с участием России. Все прекрасно понимают, что, естественно, любой мир, он в конечном счете требует участия и стороны агрессора, достижения мира. Но также все понимают, что любые договоренности с агрессором, они не являются чем-то стабильным или гарантированным. Россия уже неоднократно показывала ранее, что она является совершенно недоговороспособной стороной. Российский режим игнорирует любые договоренности. И поэтому заключать с ними некие договора, перемирия, прекращение огня, наверное, довольно бессмысленно, просто потому, что Россия не будет считать для себя необходимым выполнять эти договоренности. Подробности плана о возможной встрече в Саудовской Аравии издание не раскрывает. На самом деле, от его результативности будет зависеть то, когда непосредственно России будет что-то предъявлено, и таким образом можно будет говорить о проведении некого нового саммита при участии России. Пока что о его проведении говорить рано. Но, в принципе, вероятность его проведения сейчас, наверное, уже никто не исключает. Когда и в каком формате может состояться встреча с участием России, Блумберг также не пишет. Позиция Украины заключается в том, что любые переговоры с Россией должны проходить не от имени одной лишь Украины, а при участии цивилизованного мира, который должен выступать гарантом осуществления любых будущих соглашений, чтобы речь не шла о каком-то заморозке, о том, чтобы приморозить конфликт на пару лет и потом получить новую войну, а о том, чтобы действительно найти путь к прочному, справедливому, долговременному миру. Это были новости сегодня, уже через пару часов в вечернем выпуске в «Трэнде». Я вам детальнее расскажу о пресс-конференции Путина в аэропорту, что происходит на Харьковском направлении и о том, что произошло на могиле Пригожина. И еще сегодня покажу разоблачение фейков с Кобеевой. До встречи в эфире!